Испытание комплекса «Авангард» в центре внимания крупнейших мировых СМИ. Напомню, об успешном тесте ракетной системы накануне рассказал Владимир Путин. После этого про новое стратегическое оружие написали все крупные издания мира. От Аль-Жазиры до Вашингтон-Пост. Последнее и вовсе предупреждает, оборонные системы США сдержать новое оружие не могут. Антон Подковенко расскажет, что еще известно о новинке. «Авангард» и правда в авангарде не только российской, но и мировой военной науки. Зам. председателя правительства Юрий Борисов называет его принципиально новым видом стратегических ракетных комплексов. «Ярс» и «Булава», например, летают по баллистической траектории. То есть, в принципе, можно предугадать, где они будут в ближайший момент времени. На этом построена противоракетная оборона, например, американцев. Принципиальное отличие комплекса «Авангард» в том, что невозможно спрогнозировать, где он будет в следующий момент времени. То есть, он может маневрировать как по курсу, так и по тангажу. В этом его и принципиальное отличие. То есть, практически обнуляется противоракетная оборона. Очень тяжело этот блок обнаружить и тем более поразить. Последние испытания показали, что он достиг скоростей близких к 30 махам. Около 27 махов он набрал скорость. Это воплощенная фантастика. Ни одна существующая и даже перспективная противоракета просто не в состоянии тягаться с «Авангардом». На подобных скоростях боевой блок летит практически в плазме. Его корпус разогревается свыше 2000 градусов. 2,5 тысячи. То есть, необходимы специальные материалы, чтобы защитить его. Так еще им надо управлять. В этом-то вся и сложность. И все-таки удалось. Разработчики и конструкторы могут по праву гордиться. «Авангардом», подчеркивает Юрий Борисов. А эксперты отмечают, что это достижение не только военной мысли. Материаловедение, это физико-химия, это научный прорыв. Какой должен быть материал, который, с одной стороны, выдержит температуру 200,000 градусов, а с другой стороны, создает комфортные условия для, если это так можно сказать, для ядерного заряда. Да? Это уникальная вещь, которую никто до сих пор не создал, кроме нас. «Авангард» — своего рода кирпич, фундамент мирового ядерного паритета, который усиленно пытаются расшатать за океаном. Это есть некое, так сказать, движение поступательное, научно-технологическое. Но оно, с одной стороны, создает, так сказать, конкурентную вещь, а с другой стороны, это есть охранная грамота для нашей цивилизации. Для того, чтобы это стало возможным, для того, чтобы президент мог в 2004 году об этом говорить, а сегодня, в 2018 году, продемонстрировать миру и стране, так сказать, гарантию безопасности, для этого десятилетия работают научные коллективы. США бьются на создание подобной системы лет 30, и ничего не выходит. Россия опередила весь мир на два десятилетия минимум. Это по разным оценкам. «Авангард» и не только его сейчас во всем мире обсуждают. Россия за этот небольшой период полностью модернизировала свои стратегические ядерные силы. У них появился «Ярс», у них появилось новое поколение подводных лодок «Борей», оснащенных ракетным комплексом «Булава». А теперь еще и «Авангард» появляется, да и новые другие виды вооружения. Мы отстаем, говорят американские генералы. Принцип такой. «Авангард» получает финальную точку, ракета задает ему начальную скорость в несколько махов, потом включаются собственные двигатели планирующего крылатого блока, и окруженный плазменным облаком он несется к цели, сводя с ума любые ПРО и ПВО. То отталкивается от верхних слоев атмосферы и летает вверх, то снова опускается. И это делается непредсказуемо, но при этом он еще отклоняется то вправо, то влево на сотни километров. Это означает, что у блока нету траектории. Те огромные прорывные технологии, которые были разработаны, они найдут применение не только в оборонной, но и в гражданской промышленности. Прежде всего, в космической и авиационной. Последнее зачетное испытание подтвердило все заданные технические характеристики нового оружия. Серийный контракт на поставку «Авангардов» в войска заключен, и первый полк должен встать на вооружение со следующего года. Антон Подковенко, Ольга Альвухина, Вести.